Больше всего тепла ждали детские сады и школы. Однако и тут не обошлось без проблем. К моменту пуска тепла оказались не готовы два дошкольных учреждения и еще один садик остался без отопления по причине аварии. Ситуацию прокомментировал начальник управления образования Александр Золотарев. На сегодняшний день все школы округа запущено тепло и остаются лишь три садика, которые в аварийной ситуации произошли и мы выявили. То есть это 51 садик, 41 и 24 детский сад. Конкретно по каждому садику на 51 садике мы деньги выделили, провели конкурсные мероприятия. Подрядчик из Нижнего Тагила выиграл, забрал этот заказ. То есть когда он начал восстановительные работы теплосети, вскрыли плиты и как вы можете сами видеть, трубы в плачевном состоянии. Во время устранения на теплосети произошла авария на трубопроводе горячей воды. Соответственно подрядчик нас об этом уведомил. Также уведомил о том, что тот сметный расчет, который был составлен, он некорректен. То есть надо обвинять более большой участок трубопровода. Соответственно мы изыскали, пока занимались тем, что изыскали средства. И сейчас на данный момент мы меняем здесь более 134 метров трубопровода по 41 детскому садику. Там, к сожалению, ситуация более затяжная получилась в связи с тем, что 94 закон нам не дал вовремя провести все работы. Дважды объявлялся запрос котировок. Никто из участников не заявлялся. То есть мы потом уже со службой городского хозяйства пересмотрели смету на увеличение. Приглашали участников. Наконец-то подрядчик определился. То есть только лишь 12 числа там было подведение итогов. Ну вот сегодня он уже вскрыл теплосеть. У ЖКХ нам помогает. То есть указали участок, где произошла авария. Сегодня тоже в течение дня будет устранена авария. То есть по 51, по 41 садику подрядчики нам гарантируют, что сегодня в течение дня они запустятся. По 24 детскому саду произошла авария на магистрали в микрорайоне. То есть там по Энгельса 97 произошла авария. Два социальных объекта. Наш детский сад и филиал детской поликлиники по Энгельса. Они сегодня отключены. У ЖКХ нас уведомило письмом о том, что проводятся аварийные работы. Но тем не менее мы ежедневно мониторим температурный режим в дошкольных учреждениях. Заведующие садиков докладывают ежедневно утром о температуре в группе в спальне. Конкретно знаю по 41 садику объединили группы. То есть там младших наших воспитанников перевели в другую группу, где теплее. Поэтому, по крайней мере, сегодня из-за холодных групп мы не закрыли ни одну группу. Уже к трем часам дня ситуация изменилась. И на 51-й и 24-й детский сад начал поступать теплоноситель. В городе тоже все не так просто. При запуске теплоносителя на сетях возникли ряд проблем, которые пришлось в срочном порядке устранять. Ситуация на данный момент такая. Все котельные, имеющиеся в нашем распоряжении, запущены. Имеющиеся, скажем так, порывы на магистральных водоводах. Это у нас запущены также в полном объеме, но имеются некоторые порывы. Они ремонтируются в штатном режиме. Сейчас, на данный момент, буквально 15 минут назад получена информация такая, что все крупные аварии устранены, садики, школы и объекты социально значимые подключены все. С нашей стороны те объекты, которые мы обслуживаем и подключали, вели ремонты, они подключены все. На тех объектах, на которых работают подрядчики, они заканчивают свои действия, ремонтные работы и, соответственно, мы подаем им тепло. По Энгельса 97 авария устранена, тепло подано. Там, значит, у нас был детский сад 24 и детская поликлиника. Все устранено, тепло подано. Сейчас возможные завоздушивания на домах будут, соответственно, будут сбросы и тепло будет подаваться. То есть, если на доме нет воды, возможно, какие-то завоздушивания и засорения каналов внутренних дома. То есть, в этом всем работают, подключают службы соответствующие. Обращаться в дежурную службу. То есть, выйдут дежурные сантехники, проведут осмотр, разберутся и, я думаю, что проблем не должно быть. Конкретно по домам. Пока в нашем городе среднесуточная температура не опускалась ниже 8 градусов. Кроме того, по графику на пусконаладочные работы дается 10 дней. Хочется верить, что к 25 сентября все неполадки будут устранены и верхняя солдат встретит зиму в тепле.